Библиотека, как всегда, к празднику подготовила для своих читателей нечто необычное. Материал из Библии о сумерках продолжит выпуск. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Зарядка на площадке рядом со Слободской центральной районной библиотекой. Курсанты военно-патриотического клуба «Элита», дети и взрослые. Несмотря на солнечную погоду, на библиотеку опустились Библии о сумерке. Это большое мероприятие сотрудники библиотеки подготовили для своих посетителей по случаю Всероссийского дня библиотек. Читатели и зрители по сложившейся праздничной традиции встречали сказочные персонажи. Сегодня у нас две главные роли. Это «Незнайка» и «Знайка» из всем известной книги «Приключения Незнайки». Решили выбрать именно этих героев, поскольку в 2015 году у этой замечательной книги юбилей 65 лет. Рабочее время истекло, однако сотрудники этой библиотеки домой не спешат. Есть не только повод, но и стимул переодеться в сказочных героев. Хочется людям сделать приятное, чтобы всех порадовать и чтобы посещали все нашу библиотеку, чтобы все знали, где она находится. Театрализованные представления, спектакли по традиции собирают полный зал зрителей. Свободных мест не бывает. В библиотеке я не так часто бываю, но я захожу по некоторым делам, по творческим. Сегодня с внуками пришла на спектакль. Мне очень нравится, стараются люди, конечно. Настроение поднимает. Сказки – это то, что на протяжении всей жизни объединяет и взрослых, и детей. Их с удовольствием читают от мала до велика, смотрят по телевизору и в театрах. Кем ты пришел? Расскажи мне. С мамой. Что ты будешь здесь делать? Смотреть спектакль. Читаете сказки? Читаем. А любишь сказки по телевизору смотреть? Сказки люблю. Люблю мультики, люблю сенечки, ботую, хоть все люблю. Только страшилки вообще люблю. На этот раз вниманию зрителей предложили не страшилки, конечно, но кукольный мюзикл под названием «Кот воевода». Постановка соответствует заявленному жанру. Библиосумерки продолжались не один час. После спектакля каждый желающий смог принять участие в квесте, различных конкурсах, попробовать себя в фотосессии в цветочном городке и попеть в караоке. Завершились библиосумерки без проигрышной лотереи. Зрители разошлись по домам уже после восьми часов вечера. Продолжение следует...